всем привет не добрый день потому что хочу рассказать об одной хреновой штуки извините почти матершинное слово о полипропиленовых трубах вот у меня остался кусочек не то чтобы мне делать нечего просто хотел предупредить честно говоря последнее время вот я уже лет семь наверное полностью перешел на полипропилен металл уже давно никто не варит в основном по воде и по отоплению ну и многие даже по воздуху вот воздушная разводка видно мы тоже у себя в гараже сделали все на поле пропиление их там грубо говоря три вида для холодной воды армированный для горячей и армированный алюминием 1 был армированный стекловой окном и армированный алюминием типа еще круче вот когда я начинал вот для горячей воды отопления был считался только армированный алюминиевый полипропилен можно использовать потом разрешили армированный стекловолокном вот тогда будучи еще начинающим я взял самые лучшие трубы но с хорошим материалом проще всего работать вот написано германия армированная алюминием труба хорошо видно вот алюминиевый кольцо или диск назвать вот собственно о чем разговор труба работала на домашнем отоплении там было у котла преднастройки не больше 80 градусов температуры и давление ну очень редко пару раз при заполнении мы поднимали до трех килограмм хотя труба это вроде как порядка 10 килограмм держит и 100 градусов по цельсию ну или 90 то те которые попроще трубы но в любом случае близко даже этих параметров не было однажды приятным утром в 6 утра мать позвонила сказал что настал какой-то апокалипсис я подумал что стык лопнул но все-таки они супер специалист по трубам по пайке их там конечно технология простая но я все-таки думал что я накосячил или думал что я нечаянно использовал трубу не того типа вот смотрите это армированная алюминием труба который по какому-то случайному я не знаю даже как назвать случаю вот так вот лопнула при давлении 3 килограмма и температуре 80 градусов начал я вырезать кусок небольшой вот думал что это локальное какое-то повреждение может быть брак или что-то такое оказалось вот если приглядеться весь этот участок трубы он вот с таким дефектом видно что алюминиевая армировка лопнула и вместе с ней лопнул пластик так вот фактически труба без нагрузки лежала ф просто на полу у нас там в подвале пол вот трещина не провисала ничего температура были исключительно положительные от плюс 20 летом когда отопление стоит до плюс 80 когда котел накачает на полную фактически тепличные условия для трубы на трубе написано на что из германии и как бы тем более это меня шокировало что теперь делать я даже честно говоря не знаю это не единичный случай хочу сказать сейчас поэтому и снимаю несколько таких мелких бытовых аварий было в последнее время как сговорились у меня у друзей вот с полипропиленом как раз связанный пожалуй уйти от него никуда не удастся потому что слишком он плотно в нашей жизни я уже сказал все на поле пропиление его очень легко понять легко переделывать системы ну я думаю на будущее для себя чеки сохранять все таки ладно у нас подвале частный дом ничего страшного а вот если допустим в городской квартире шлепнет такая труба и что делать там пока придешь затопит несколько этажей а так хоть будет чек будет какое-то доказательство того что ну того что вы купили именно там и будет хотя бы момент какой-то что предъявить кому-то можно за эти трубы потому что но вот этот хороший свищат фактически дефектная труба это брак я так думаю не может же труба в пол силы работать и при этом еще и лопнуть в общем извините за длинную болтологию старался сказать все как есть поэтому будьте аккуратны храните чеки и не доверяйте на сто процентов новым технологиям счастливо пока